Какой газобетон выбрать для строительства дома? Ответ зависит от целей и задач, что будете строить и какой высоты. Сегодня мы разберемся, какие виды газобетона бывают и как выбрать нужный. По плотности газобетон делится на марки, например, D500 или D600. Цифра в марке означает, сколько весит куб газобетона. Так, D500 весит 500 килограммов, а D600, соответственно, 600. От плотности газобетона зависит его назначение. Он может быть конструкционным и теплоизоляционным. Для строительства несущих стен и перегородок подходит конструкционный материал. Рассмотрим самые популярные марки конструкционного газобетона. D600 – плотный газоблок, из которого можно строить двух- и трехэтажные дома. D500 – менее плотный газоблок, подходит для одноэтажных и двухэтажных зданий. D400 – из таких газоблоков можно строить одноэтажные дома и хозяйственные постройки. Также его можно использовать для возведения второго этажа двухэтажного дома. Газобетон D300 и D200 можно применять только как утепляющий материал. Межкомнатные перегородки из таких блоков тоже не рекомендуют возводить. Из-за низкой прочности на такие стены нельзя вешать тяжелые предметы. Прочность газобетона напрямую зависит от его плотности. Поэтому чем выше цифра в марке газоблока, тем он прочнее. Вот такой прочностью обладает газобетон разных марок. Существует миф, что газобетон не слишком прочный и надежный материал. Технолог завода Altai Struymash провел эксперимент и попытался разрушить газоблок с помощью пресса. Вот что у него получилось. Как видим, разрушить газоблок не так-то просто. Тандартные газоблоки имеют размер 600 на 300 на 200 миллиметров. Из таких блоков удобно строить, их довольно просто поднять одному человеку. Самые популярные блоки с гладкими боковыми поверхностями. Но бывают и другие модификации. Вот самые популярные из них. Блоки с ручками. Такие блоки удобно переносить с места на место. Но раствора или клея на них уходит больше. Кроме того, такие ручки не помогают в процессе кладки и нужны по сути только для переноса блока. Блоки Smart Lock. Замки в таких блоках стыкуются между собой и позволяют сделать максимально тонкий шов. Расход клея при этом получается меньше. Блоки уобразной формы. Такой газобетон выбирают для армопояса. В У-образную выемку укладывают арматуру и заливают бетоном. Газобетон бывает автоклавным и неавтоклавным. Для химической реакции в автоклавном газобетоне используют алюминиевую пудру и известь. А в неавтоклавном пудру и цемент. Отличается и процесс твердения. Для изготовления автоклавного материала нужны печи с очень высокой температурой и давлением около 200 градусов Цельсия и 12 атмосфер. Они называются автоклавы. Неавтоклавный стройматериал твердеет в камерах набора прочности при температуре 50-60 градусов Цельсия. Затем он доходит в естественных условиях. Оба материала имеют очень похожие характеристики и свойства. Главное отличие – цена. За счет дорогого оборудования автоклавные блоки и стоят дороже. Проанализировав все эти характеристики, вы сможете решить, какой газобетон выбрать для строительства дома. Учитывайте этажность дома, климат и качество блоков. И результат вас будет радовать долгие годы. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok